Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбратрав» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен поэтическому творчеству. Мы будем говорить о поэзии и, конечно, слушать стихи. Сегодня у нас в гостях Елена Угарина. С Еленой мы знакомы давно, и она не перестает меня удивлять. Это очень интересный творческий человек. Поет в народном ансамбле, пишет песни, стихи на эрзианском языке и не только. Думаю, что лучше всего о себе расскажет сама Елена. Здравствуйте, Елена! Шумбрат! Ваша творческая деятельность связана с ульяновским ансамблем мордовской песни «Эрзинькоить». Расскажите, пожалуйста. В ансамбле мокшо-эрзианской песни «Эрзинькоить» я пою уже лет 7, наверное. А до этого я была участницей коллектива русско-эрзианской песни «Печичуля». Но, конечно, в составе ансамбля я практически во всех участвовала мероприятиях. Региональных, городских, областных, на фестивалях, праздниках. Мы часто выступаем на ярмарках. Каждый год бывает праздник главный, мордовский, шумбрат, и мы там постоянные гости. Лена, расскажи об авторстве. Вот я знаю, что у тебя есть песня «Мама». Ну да, эта песня, я с ней выступала на фестивале «Родные напевы». Это авторское исполнение на родном языке. Это песня про мою маму. Она умерла очень рано. И вот только спустя много времени я поняла, как легко обидеть мать словом, поступком, взглядом, невниманием. И в этой песне есть такие слова. «Мама, я тебя мало жалела в жизни, мало любила. И я только тогда поняла, когда сама своих детей родила. В этой песне я пою «Прошу прощения у моей мамы». Автор музыки Александр Николаевич Чурбанов. 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 А уже пей мне нельсе, стакала жаму, стакала жаму, следейся. Елена, вы пишете стихи. Что вы сегодня нам прочитаете? Я хочу прочитать стихотворение про свое родное село Бессонова. Для каждого человека, который родился в селе, оно является чем-то особенным, таким дорогим. И запомнилось, наверное, каждому человеку лесом, полем, медом, водой родниковой, добрыми людьми. И вот про это мое стихотворение. Эх, вели не, вели не, кинердема седене, ащеверень крайняса, кружав лейсы пандосо. Ламо велень паронзо, пижалугат паксянзо, лисьма принянь веднене, пароцетянь меднене. Мокшолом от ней рить, мазы вайгельсе морыть. Эх, вели не, вели не, морот моротанг тонде. У меня еще есть одно стихотворение. Оно, конечно, задумывалось как песня, но пока музыки нет, я ее прочитаю как стихотворение. Ну, о чем это стихотворение, конечно, вкратце расскажу. Это о том, что для каждого человека, который родился на берегу Волги и живет, это все, это сама жизнь, потому что она объединяет судьбы, отдает свои богатства людям. Здесь его дом, его корни. Волга вдохновляет, она кормит, поет. Сколько песен мы слышали, связанные с именем Волги, сколько судят прожито с любовью и благодарностью к реке. Называется «Раф-ава» – «Мать Волга». Шачинь-эринь, раф-чересе, шкаинь-басловав-мудась, авам-тетям, эряс-тесе, теса-эрямас-тьютасть. Азур-раф-авась-чуди, ломань-ой-миней-тежди. Раф-авась-чуди-чуди, монь-седеем-чев-теми. Валдайс-губурса устави, Каспий-моряс-ведь-чуди. Ошус-эвелес-педяви, Сюпов-чий-векс-немаксы. Зяру-минь-мурот-маринек, Рав-онть-леместы-сюл-мафт. Зяру-минь-пинь-геть-эринек, Кель-гума-тенде-юфтафт. Раф-авась-чуди-чуди, ломань-нень-ой-меть-эр-ди. Раф-авась-чуди-чуди, монь-чудеем-чев-теми. Спасибо, очень красиво. Лена, ну скажите, пожалуйста, как же рождаются ваши стихи? И как давно это началось? Ну знаете, стихи я начала писать недавно, ну около пяти лет. И вот как это получилось, я сама в шоке. Потому что это все неожиданно пришло. Я вообще не связана с лирикой. Значит, они пришли ко мне прямо четверостишами, ко мне в голову. И самое интересное, пока я их не записала на бумагу, я не могла успокоиться. Вот такая получилась вещь со мной. Лена, а где же вы публикуетесь или выступаете? Ну, у меня не так много стихотворений на Эльзианском. Они у меня публиковались практически в газете нашем Ялгат. Я знаю, что у вас есть стихотворение о женщине. Что вы думаете о мордовской женщине? И какая она? Ну, мордовская женщина – это лидер, сильный характер у нее. Она верховодит. В семье, да вообще-то броня, на чем держится все. И дом, и семья. Она любит яркие цвета. Красные, бордовые, белые. Если татарочка, она скромная, у нее такие лояльные цвета, там, зеленые, салатные, белые, то мордовская женщина – это огонь. Ну, в моем стихотворении женщина-эльзианка – это красавица. Она умеет петь, привлекать мужчин, но самое главное – идти вперед, несмотря ни на что. Мокша, а ватне мазыть, кода цеть от паксясо, свалы келевсынь молить, а танда втуть берянцово. Кода мазыста уршить, пару патя старгасысь, а летний пильгалов прыть, и сидеть юмавсысь. Кода мазыста морыть, седем к нердяви, гайнись вайгельне гайнить, васо-васо маряви. – Лена, а скажите, пожалуйста, какая вообще поэзия вам близка? И есть ли любимые поэты? – Наверное, у меня нет любимых поэтов, но мне нравятся стихи разных поэтов, которые несут такую большую смысловую или эмоциональную нагрузку лично для меня. Вот иногда увижу стихотворение где-нибудь в интернете или на сайте на каком-нибудь, и оно в душу западает. Вот я недавно увидела стихотворение Ирины Мирной на сайте стихи.ру, и там такие строки. Каков ты сам, такой и мир вокруг. Как зеркало тебя, он отражает, друг. И мне захотелось его перевести. Куда матонсь, масторось першки истямо. Сонтонт неявтандат ялгат, куда чамавар чамо. Куда сидеть у липаросу уставичавомо, ламосельметь неяд, тесе тосо. Бутекинярксо оймесь курвази. Масторось, стамо кенересмарто тонде каршозов лиси. Куда матонсь, масторось першки истямо. Приближается 9 мая. Дата для всех нас очень значимая. И в каждой семье война оставила свой след. Я знаю, Лена, что в вашей семье тоже есть своя военная история. Расскажите, пожалуйста. Ну, у меня два деда погибли на войне. Один пропал без вести, а другой погиб в феврале 43-го года под Смоленщиной. Вот дед мой по отцовской линии, овчинников Андрей Романович, вот как раз погиб 22 февраля 43-го года. И я посвятила ему стихотворение. Мы нашли его могилу, место захоронения. И все внуки поехали к нему отдать дань его подвигу. Он так называется, моему деду посвящается. Я тебя на смертной бой не провожала, И писем твоих с фронта не ждала. От стука почтальона я не замирала, И, разрывая сердце, похоронку в руки не брала. И на детей твоих от голода опухших Судьбину свою горькую кляня я не смотрела. И не видела и глаз потухших, А потому что просто еще не было меня. Но я ведь плоть и кровь твоя родная. Могилку на Смоленщине нашла. Я внучка твоя, взрослая, большая, Букет цветов тебе на праздник принесла. И подвиг твой бессмертный не забуду, Пока встает и радует меня заря, И песни петь во славу твою буду. Ведь в той войне ты голову сложил не зря. Еще я знаю, дед, я точно знаю, Ты ждешь, когда же время-то придет, И правнучка твоя родная Букет цветов тебе на праздник принесет. А другое стихотворение Я посвятила другому деду По материнской линии Захарову Александру Герасимовичу. Он пропал без вести. И мы про него ничего не знаем абсолютно. У нас не осталось даже фотографий, Даже точного года рождения нет. И у меня такое ощущение сложилось, Что он до сих пор находится на войне. Я решила, что мой дед Андрей Романович Поможет ему закончить эту войну. Называется «Разговор двух солдат». Сидели рядом два солдата, Два воина из одного села. Плечом плечу сидели, как два брата. И самокрутка на двоих одна была. Ты помнишь, Александр, свою дату? Не помню. Знаю, что была весна. Мы шли вперед до точки невозврата, Так много дней без отдыха и сна. Земля и небо день и ночь смешались. Все полыхало, словно в огненном аду. Мы падали и снова поднимались, И шли вперед, как будто в бреду. Был суровый был тот март и год, сорок второй. Ну, а тебя, Андрей, когда убили? Меня-то сорок третьего зимой. Горячие деньки под Гжатском тоже были. Эх, сколько утекло с тех пор годочков. А знаешь, Саша, мы же родня с тобой. Мой Николай и Валентина, твоя дочка, Хорошей стали после нас семьей. И внуки наши славные ребята Нашли меня и прикатили всей гурьбой. Победу празднуют, как в сорок пятом. И чтут и помнят, помнят нас с тобой. Мы предоставим все это воспеть поэтам. А я не знал, как будто с плеч гора. А я пришел, чтобы рассказать тебе об этом. Ну, поднимайся, дам с тобой пора. И встали рядом два солдата, Два воина из одного села. И уходили вместе, как два брата. Две родственные души в небеса. Это стихотворение до сих пор меня почему-то очень трогает. Я очень волнуюсь, когда рассказываю его. Дорогие друзья, Елена пишет не только стихи, но и прозу. У нее есть маленькие сказки. Лена, расскажите, пожалуйста. Есть у меня маленькая сказка, называется «Яблоня и тыква». Это про то, как яблоня молодая, гордая, зазнавалась и обижала более скромную тыкву. И что из этого получилось? А получилось то, что тыкве надоело терпеть обиды. Она набросила свои плети на яблоню. Яблоня скособочилась и скривилась от тяжести. Вот такая вот история получилась. Вот я хочу ее прочитать вам. Ёлкс у марина ды дурак куяр. Веки переса казь одне у маринась. Сон ульнец истям у мазы, ёлганя, вешкиня, и пек каштангалесь, эсь пряндосо. Весть тунда, удама заявась у маринаньць, ваны, ваксондо, пиже, пургондавске роскине ащи. Тон ки істямось, кефти десон. Те мон, дурак куяр, састо, каясь каршувал роскесь. Курок мон оршан, пиже палям, и тонь кияк аней тяндат, мон ало. Сась, панжумань, цветям шкась. У маринась истпрянду, шны дышны. Мон, сехте, мазыян, мастур лангсо, корты, сон, ліфтяма варманте. Ваноду, ваноду, кудамон, цетян, акшот, акшот, мазыть, а сонди, ожот. Ха-ха, кармась пейдеме, у маринась, кизна, мон рунгом, човинне, човинде, а сонди, эчке. Карксамозо, арась овсе. Елена, скажите, пожалуйста, кроме поэзии, музыки, песен, чем вы еще увлекаетесь? Ну, я многим чем увлекаюсь, но самое интересное мое увлечение, это мы с мужем любим рыбачить. Летняя, зимняя рыбалка. Ну, я больше люблю зимнюю, когда ранним утром на снегахо едешь по Волге, такая шире, другого берега вообще не видать, и первые лучи солнца, красота. Но, конечно, красота большая, когда мы находим рыбу и клюет. Когда нет рыбы, неинтересно, начинаешь замерзать, уставать. И я даже на эту тему сочинила шуточную песню, называется «Про рыбалку». Там говорится о том, что мы с мужем поймали целый мешок рыбы и радуемся, радуемся. Но это мечта, потому что сейчас на Волге рыбы не так много. Песня про рыбалку. Песня про рыбалку. Елена, я благодарю вас за интересную беседу и прощаюсь с вами. До свидания. Васта, Мазанок. А сегодня мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что наша программа выходит на канале Улправда ТВ. В записи посмотреть программу можно на сайте Улправда.ру. До свидания. Васта, Мазанок. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!